Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, с Днём Защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушуемую связь всех поколений защитников Отчизны. В нём воплощена наша глубокая признательность верным сынам и дочерям Отечества, всем, кто, не щадя себя, сражался с врагом за родную землю, за свой народ. С честью и победой проходил через любые испытания, сокрушал иноземные нашествия. Так было на Чудском озере и Куликовом поле, под Полтавой и Бородином. И в победном мае 1945 года. В этот день низкие поклоны самые тёплые слова нашим дорогим ветеранам, которые разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины. Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа, как яркий пример патриотизма и мужества. Будут служить неиссякаемым источником духовной силы. Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережёт и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов. Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальные военные операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украину. Защищают наших людей на наших исторических территориях. Сражаются мужественно, героически. Уважаемые товарищи, современные, эффективные армия и флот – залог безопасности и суверенитета страны. Гарантия её стабильного развития, её будущего. И по тому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание. Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооружённых сил. Совершенствовать систему подготовки частей и подразделений. Прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнём массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» император Александр III доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. В ближайшие годы боевой состав флота пополнит ещё три крейсера данного проекта. Дорогие друзья, наш народ верит в вас, в защитников России, в вашу надёжность, решительность, преданность Отечеству и присяге. Миллионы людей искренне, по зову сердца, помогают бойцам на передовую. И это несокрушимое единство – залог нашей победы. Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе Родине. Благополучия вашим родным и близким.